Да, сегодня в какой-то степени историческая встреча, потому что впервые после достаточно длительного перерыва, связанного с охлаждением в российско-турецких отношениях, которое произошло в конце прошлого года, впервые происходит встреча двух президентов. Этой встрече предшествовало, как известно, извинения со стороны турецкого президента и целый ряд шагов, направленных на сближение позиций России и Турции. Я думаю, что сегодня в рамках встречи двух президентов эта подготовительная работа будет завершена подписанием целого ряда соглашений и началом нового этапа, выстраивания нового этапа отношений двух держав. Хочу подчеркнуть, что по тем ощущениям, которые есть, отношения России и Турции с этого момента будут развиваться более чем позитивно, и Россия и Турция достаточно быстро восполнят тот вакуум в отношениях, который существовал эти месяцы. Более того, скорее всего, российско-турецкие отношения не просто будут динамичными с этого момента времени, но будут даже более позитивно развиваться, чем они развивались до конца 2015 года. Итак, можно сказать о том, что существует два основных аспекта, две части переговорного процесса, которые идут между Россией и Турцией и являются наиболее важными на сегодняшний день. Первое – это геополитика, это отношения на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии. Это очень болезненный, на самом деле, вопрос для российско-турецких отношений и до настоящего времени у России и Турции. Именно по этому вопросу существовали наибольшие разногласия, была достаточно разная позиция на ситуацию в Сирии. Но после нормализации отношений, которая произошла несколько недель назад, позиции России и Турции стали стремительно сближаться. Вернее, позиция Турции, я хочу это подчеркнуть, позиция Турции стала сближаться с Россией. Турция существенно пересматривает свои подходы к сирийскому конфликту и, в целом, к ближневосточной политике. И похоже, что сегодня будет достигнут консенсус, и этот консенсус будет состоять в том, что Турция, скорее всего, сможет солидаризоваться с позицией России, а в основе российской позиции, как вы знаете, ну, по сути, следующие принципы. Это принцип суверенитета и целостности Сирии, Сирийской Арабской Республики, в тех границах, в которых она существовала до конфликта. И принцип поддержки легитимной власти, а этой властью является Башар Асад. И также принцип, связанный с тем, что именно сирийский народ должен легитимным образом, демократическим образом, на выборах, посредством выборов решать свою судьбу и определять, кто будет управлять Сирийской Республикой. Так вот, на сегодняшний день похоже, что позиции Турции и России, наконец, сблизятся, и Турция будет скорее партнером России, чем противником по урегулированию сирийского кризиса. Если это произойдет, а я не вижу существенных причин, по которым это не могло бы произойти, слишком быстро и успешно сближаются позиции России и Турции. Если это произойдет, то я думаю, что наступит перелом в значительной степени в том конфликте, который происходит в Сирии. И это будет достаточно серьезный шаг по пути дальнейшего мирного урегулирования в Сирии. Это одна сторона, это один аспект. Второй аспект – это экономические отношения между Россией и Турцией. Мы ожидаем, что сегодня будет вписана новая страница в развитие российско-турецкого экономического сотрудничества. В чем она должна состоять? Прежде всего, в том, что всякого рода санкции и запреты будут сняты. Турции, взаимные и турецкие товары поступят на российский рынок, а российский на турецкий рынок. Вот этот процесс, он должен сегодня быть формализован. А я хочу подчеркнуть, что это очень важный процесс. И для Турции и России важный экономический партнер. Кстати, и для России Турция также является важным экономическим партнером. Кстати, для России, например, Турция – это главный рынок продажи российского зерна. Я хочу это подчеркнуть. А для российской экономики сейчас зерно – это очень важный фактор. И Россия занимает первое место по экспорту зерна в мире. Давайте представим себе, насколько это важное решение и для России, и для Турции. Но самое важное решение, даже не это, и не возобновление туристического потока, самое важное решение должно состояться в отношении строительства турецкого потока. И здесь ожидаем, что сегодня будут подписаны соглашения, которые позволят возобновить строительство, реализацию этого очень грандиозного экономического проекта, который должен не только обеспечить Турцию российским газом, но и перенаправить российский газ именно через территорию Турции в Европу, в обход Украины. Это очень важный для России проект, это очень важный для Турции проект, и он будет иметь очень серьезные последствия для взаимоотношений в Европе в целом. Нужно обратить внимание на то, что сам факт того, что это стало возможным, уже привел к очень серьезным позитивным последствиям для России, в частности Болгария и Евросоюз уже заявили о том, что готовы реализовывать проект «Южный поток». Достаточно активно обсуждается проект «Северный поток-2», то есть разблокировка отношений России и Турции позволила России иметь даже некоторую альтернативность в своих транспортных энергетических проектах. Надеюсь, что сегодня будет настоящий прорыв в отношении турецкого потока, и, соответственно, мы станем свидетелем того, что будет подписано соглашение, которое позволит России, наконец, избавиться от шантажа и диктата со стороны Украины как транзитного государства. Ну и, наконец, будет, видимо, подвижка в сторону реализации строительства атомной станции силами России на территории Турции, которая также была заморожена на момент конфликта. И так далее.